Дорога выживания Мнение, социальные проекты 14 февраля 10.10 Дорога выживания Сергея Шергунова о тяжелобольных Соликамска, которых лишили необходимого транспорта. Сергей Шергунов Комментарии в просмотров 756 Фото, Максим Кемерленг, ТАСС Тяжелобольные пациенты городской больницы Соликамска Пермского края пожаловались на условия их перевозки для прохождения гемодиализа. Как известно, это метод очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Жизненно необходимую процедуру люди еженедельно проходят в городе Березники, от Соликамска по трассе им ехать 30 километров. До января этого года больных перевозили на специальном транспорте, оборудованном электроподъемником для инвалидов-колясочников. Сейчас возят на обычной машине, в которую с большим трудом можно влезть. На вопрос, где специальная машина, в больнице отвечают, сломалась. Инвалидов запугивают, будете жаловаться никакой машины вообще не будет, отберем и ту, что есть. Летом прошлого года Соликамская больница уже попадала под пристальное внимание контролирующих органов по подозрениям злоупотреблений при организации перевозки пациентов и хищениях. Поводом для проверок послужила информация, что клиника заключила несколько контрактов с единственным участником торгов по завышенной цене. Во всех тендерах по перевозке неизменно побеждал один и тот же предприниматель, получивший 19 контрактов почти на 10 миллионов рублей. Выяснилось, что заявки на участие в торгах направлялись с компьютера, находящегося в самой больнице, а сам предприниматель был под контролем главному врачу. Итогом этой скандальной истории стала смена главврача больницы. Но по всей видимости проблема с перевозкой больных от этого увольнения не разрешилась. Также известно, что в конце декабря 2018 года больница вновь подавала на тендер на оказание услуг по перевозке пациентов в Березнике для прохождения процедуры гемодиализа. Читайте также. Страдание Аполлоновки Сергей Шаргунов, приоритет на помощь своим гражданам, обратился к прокурору Пермского края. Необходимо провести проверку Соликамской больницы и защитить права ее пациентов. И губернатор, и Минздрав обязаны обеспечить положенную машину больным. Без нее колясочникам никак. Реакция должна быть незамедлительной, а не растянутой на положенный месяц. Надо прекратить пытку и без того страдающих. И спасибо Екатерине Винокуровой, с недавних пор работающей в Совете по правам человека, которая обратила внимание на эту ужасную ситуацию. Если ты слаб, дряхал, болен, стар, тебя списывают. Это повсеместная практика. Но правда и в том, что и молодым, и здоровым крайне трудна. В стране огромное количество молодых, которые подумывают о переезде за границу. Пока полны сил и не слегли. Это фиксирует очередной соцопрос. Да, такие желания часто декларативны и мечтательны. Кому они там нужны и в какой роли? Но сама декларация о намерениях тревожна. Мы общество неравенства, где отпрыском элитариев даны любые права, блага и возможности, включая зарубежную сладость бытия, а остальные выживают, как могут. Намерение дать дёру симптом недоверия такой системе гораздо более серьёзной, нежели желание выйти на улицу. Конечно, хочется рассказывать о тех, кто состоялся на родине. Рассказывать подробно, показывать их истории в деталях. Много ли подобных примеров? Тем радостнее, когда молодой человек находит возможность для реализации в жизни. Вот история из провинции про смекалку наперекар всем и всему. Ивану Ушакову из Краснотурьинско-Свердловской области сейчас 18 лет и он бизнесмен. Уже несколько лет он возглавляет собственное агентство праздников «Весельчак» и руководит людьми, которые работают на него. Параллельно Ваня учится в школе номер вопросительный знак 9 и претендует на золотую медаль, а в будущем планирует стать тренером, что тоже неудивительно мастер спорта по конькобежному спорту. Началась эта история, когда Ване было около 10 лет. Как часто бывает, дело выросло из хобби. Тогда в городе было мало развлечений для детей, ни шаров, ни аниматоров для детских праздников, да ничего не было, рассказывает Ваня. Я проводил разные праздники для своих родственников, в кругу семьи. Потом попросила мамина подруга организовать день рождения для ее ребенка. И пошло-поехало. Во всех соцсетях у Вани на студии праздников есть страница, на которой собраны фотографии с мероприятий и контактная информация. Офиса у команды нет, да он особо и не нужен. В аренде небольшая комната, где работают с шарами помимо проведения праздников, ребята занимаются еще и их оформлением. Так, например, именно Весельчак оформлял городскую сцену на День Металлурга. Остается пожелать Ване оставаться настойчивым во всех делах жизни. О таких смекалистых наступательных людях буду говорить и впредь. Но Ванин пример не может быть для всех полезен. Как бы тем, кто мог бы себя реализовать в производстве, сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине. Вопрос общенационального значения. Читайте также. Проводят процедуры гемодиализа. По достатку не лучше своих пациентов. Но больные, если их не возить на процедуры, просто погибнут. Для них дорога из Соликамска в Березнике дорога жизни. Дорога выживания. А сколько дорог выживания перерезают по стране, отменяя любой транспорт из сел, даже школьные автобусы. Бездорожье. Организованное безответственностью тех, кто обязан отвечать за жизни людей. Сколько это все может продолжаться. Читаю каждый день в письмах. Чем дольше звучит вроде бы риторический вопрос, тем страшнее и сокрушительнее может стать ответ.